Опыт у человека колоссальный, опыт именно в структурировании бизнес-подходе к дизайну интерьеров. Я вам искренне рекомендую, если, как мы уже выяснили, вас не было на той же дизайн-конференции, которая прошла у нас в апреле, и если вы не знакомы лично со Станиславом, то просто must have, посмотреть все YouTube-видеозаписи Станислава Орехов, можно гуглить, и прям, это реально, не знаю, курс высшей экономики в дизайне интерьера. Итак, с большим удовольствием я представляю нашего друга-партнера, постоянного спикера мероприятий «Дизайнерс Клаб» в рамках выставки «Дизайн Декор Экспо». Уже не в первый раз Станислав приезжает выступать перед дизайнерами Санкт-Петербурга. Более того, мы провели с ним уже, мне кажется, больше 300 мероприятий. Каждый раз, каждая лекция – это всегда что-то новое, это всегда что-то интересное и, безусловно, полезное. Станислав Орехов – руководитель собственной студии дизайна, руководитель школы дизайна, автор таких крупных дизайн-проектов для компаний, таких как Аэрофлот, Сузной, Москва-Сити и так далее, и так далее. И автор системного подхода к дизайне, и, что самое важное, стандартов профессии дизайнера, которые сейчас как раз принимаются в Минтруде. Я надеюсь, что об этом Станислав тоже немножечко расскажет. Итак, с короткой, но интересной лекцией наш друг-партнер Станислав Орехов. Ваши аплодисменты! Спасибо! Спасибо большое! Я сегодня подготовил интересную новую тему по… ну не то, что новую, да, подготовил тему по именно делегированию и построению команд, потому что у меня только что закончилась, мы со Светой делали большую дизайн-конференцию, в следующем году, кстати, она снова будет, в апреле, билеты уже в продаже, в 19-м году. А потом я ездил в Астану, там была тоже конференция. И я нам веду веб-блоки, где рассказываю, каким образом создать студию для тех, кто хочет, ну не просто сам делать свои проекты, а к тем уже, кто хочет расти дальше. И один из основных вопросов практически у всех работающих студий, очень успешных, у дизайнеров, которые хотят делегировать, как именно построить команду, что для этого нужно, и как наладить именно вот работу в творческом коллективе. Поэтому сегодня, когда меня пригласили, собственно, с этой темой, мне было безумно приятно и интересно, особенно я знаю, что этот запрос есть, и сегодня мы его разберем. Когда мы говорим о делегировании, мы всегда говорим о построении, в первую очередь, себя лично, своей личности и своего мозга. То есть в первую очередь нам нужно построить правильную структуру, а потом уже настраивать внутренние процессы. Разработать систему работы в дизайне мы ее делаем, для этого общаемся с клиентами, и я провожу мастер-классы, общаюсь с коллегами и вырабатываем общую систему. Также мы разрабатываем стандарт профессии, на основе которого я сегодня буду рассказывать некоторые наши идеи. Стандарт профессии подразумевает создание в нашей стране именно профессии дизайнера интерьера, специализации, которых сейчас нет, и систематизации всех деталей, на которые можно поделить работу дизайнера. Некоторые наши проекты – частная, фотография, туристический дизайн, простые проекты в современном стиле. Стараемся использовать по минимуму цветов, только в оформлении именно тканей и каких-то деталей. Современные интерьеры. Много технических разных решений, достаточно сложных. Классику любим обычную. То есть наша студия отличает именно не приверженность к какому-то стилю, а определенный подход к организации работы. Клиенты это видят, чувствуют. И также определенный уровень проектов. Это не эконом, это бизнес, бизнес плюс и премиум класс, которые заказывают не только квартиру или дом, но иногда и целые комплексы зданий. Также мы делаем и общественные интерьеры, но это не наша сильная сторона. То есть мы справляемся с этим, но мы не очень любим, потому что организация именно работы в коммерческих объектах требует особого подхода. Это вот мы недавно доделали Москва-Сити-терминал. Сейчас он запускается. Это структура, с которой я вообще начинаю рассказ. Это самое важное, что должно быть. Вот в принципе это самая база всего того, что мы должны знать и как мы должны действовать для того, чтобы построить сначала в голове, а потом уже и на деле студию дизайн. Итак, поехали. С чем мы начинаем? Пока забыли эту структуру вообще. Кто работает один? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие? Кто один? И кто хочет создать студию? Есть? Так, а у кого уже есть студия? Все супер, отлично. Вот смотрите, у кого есть студия, то через эти все пути вы также проходите. Кто работает один и хочет организовать свою компанию, свою студию? Я сейчас расскажу схему, которую можно пройти и сделать это эффективно. Потому что я лично 10 лет пытаюсь создавать именно универсальную систему, и на данный момент это удалось. То есть эта система работает, если ее рассматривать как некую структуру, она работает под любую ситуацию. Вы можете просто менять кубики. Сейчас я покажу, как это делать, и вы сможете научиться это делать самостоятельно. Итак, первое. Собственник, это вы. Одинокий дизайнер, все про это забыли. Мы только начинаем работать, у нас вдруг появляется больше клиентов, чем мы можем сами реализовать. И первая логичная мысль, что неплохо бы взять помощника, неплохо бы взять кого-то еще, кто будет делать наши проекты. Но взять и придумать это одно, а совсем другое это действительно это сделать. Потому что как только ты начинаешь делегировать, возникает куча разных проблем. И вот это вот знаете, когда только я знаю, как надо, как я вот свою работу доверю кому-то еще. Сталкивались с такой ситуацией? Я сталкивался. Когда я делал визуализацию, мне было очень тяжело, потому что я думал, только я умею быстро делать, только я умею качественно, а остальные все как-то все это медленно делают. Но это первая штука, которую надо побороть, она называется вот страх делегирования. Делим на кусочки и пытаемся отдать. Это навык просто, который надо получить один раз. Если мы рассматриваем вообще дальше все внутренности организации нашей студии или компании, есть несколько вещей, которые мы все равно делаем. Мы все равно занимаемся производством, мы все равно занимаемся привлечением клиентов, так или иначе, и у нас все равно есть административная работа. То есть это все, когда мы начинаем, делаем мы все сами. И первый ключ к пониманию и делегированию это разделение всех этих вещей на составляющие. Давайте попробуем разделить. Я покажу принцип. Соответственно, какие у вас будут процессы, вы это сможете сами для себя поставить уже дома. Итак, производство. У нас это основная услуга, дизайн интерьеров бизнес-класса. Здесь мы прописываем всегда ту основную услугу, с которой мы заходим. У каждого это свое. Кто-то заходит с ремонтом, кто-то заходит с современными квартирами, кто-то с бизнес-классом, кто-то с премиум. Здесь мы пишем то, на что идут наши клиенты. Это самое важное. И дальше мы расписываем этот процесс. Есть такое понятие, как сценарий проекта, который, как сценарий фильма, прописывается, как мы идем от самого начала до самого конца. В данном случае у нас это обмеры, техническое задание, планировка, детальный дизайн, 3D, чертежи и ведомости. Сейчас я не буду останавливаться на вот этом. Они могут быть перемешаны как угодно. Процесс дизайнерский может быть у вас поменен. К примеру, давайте приведем пример. Если мы делаем комплектацию, ведомости, то и продаем мебель, если мы зарабатываем в основном на мебели, то, скорее всего, это будет у нас вот здесь. Сразу же после планировки мы будем мебель продавать. Все остальное уже вторично. У нас это более архитектурный подход, более дизайнерский. Мы работаем ради идеи, ради вдохновения, поэтому у нас комплектация подбирается по 3D визуализации. То есть понятно, да? Вот этот процесс, он должен быть такой, как он у вас. Но вы его должны записать в любом случае. Есть еще дополнительные услуги. Здесь же, да, в процессе. После того, как это все заканчивается, мы еще дополнительно делаем авторский надзор, комплектация и управление строительством. Понимаете, в чем разница? Объяснять не нужно? Отлично. Значит, обязательно это надо делить тоже на разные процессы, потому что по отдельности все это можно продать клиенту, объяснить, из чего состоит каждый этап и за каждый этап взять деньги. Если мы за что-то не берем деньги, допустим, клиент говорит, я не хочу комплектацию заказывать, такое бывает, или не хочу авторский надзор, тогда вы не берете деньги, соответственно, и не оказываете услуги. Но мы никогда не попадаем в такую ситуацию, когда клиент заказывает только авторский за 3 копейки, а требуется нас и комплектацию, и управление строителями, и быть, присутствуют на стройке. Вот, чтобы этого избежать, в первую очередь в голове надо поделить и поставить точную грань, где что находится. У нас есть для этого разные договоры, у нас есть 3 договора на это, где четко прописано, что мы делаем и что не делаем в рамках именно этой услуги. Делайте так обязательно и объясняйте, самое главное, этому клиенту. Если он не понимает, объясняйте лучше. Это ваша вина, что он не понимает. Дальше. У нас есть дополнительные услуги, это уже опционально. Я здесь их привел специально для того, чтобы мы понимали, что у нас есть еще надо продажи. И если у нас здесь есть дизайн интерьеров как бизнес-класс, это основная услуга, то вот это, этот процесс управления, это и есть вся структура. Если мы берем что-то дополнительное, к примеру, студия делает еще и рестораны, у нас процесс будет абсолютно другой. То есть мы должны брать каждую услугу. Вип-клиенты требуют абсолютно другого подхода. Других людей, другие процессы внутренние. Производство мебели, поставка мебели, строительство, рестораны, эконом-клиенты, вип-клиенты и все остальное, что мы делаем, может быть, ландшафт мы сажаем. Оно все требует точно такого же детального, внимательного подхода. Только тогда, как только мы прописываем все это детально, только тогда это становится как бизнес. А не просто мы сажаем человека и он там что-то делает. Если мы говорим именно о бизнесе и если мы говорим о разделении обязанностей, то это очень важно, без этого вообще невозможно. Поэтому, что я рекомендую, не надо брать сразу все, надо взять что-то одно, основное, что приносит деньги и это расписать. Получить навык создания студии на основе вот этого именно и потом все это можно делать сколько угодно. Для себя можно даже оказывать какие-то консалтинговые услуги и помогать делать это другим людям. К примеру, как было у меня. Я хорошо делал визуализацию в начале своего пути и я разложил именно по полочкам именно процесс визуализации. Я делегировал модели, сам рисовал картинки. Дальше, когда я это все понял, я это оцифровал, взял людей, они стали заниматься у меня отдельной визуализацией. Чтобы они соблюдали стандарт качества, я разработал специальный курс по визуализации и дал им этот стандарт качества. При этом наши сотрудники, это наши же студенты, которые делают уже не то что как я, они делают лучше и быстрее меня. Вот это самое важное. Сделать так, чтобы те люди, которых вы обучаете, которые идут дальше с вами, они научились делать лучше и быстрее. Потому что наша задача не нанимать людей и рассказывать им, что делать, а наоборот нанимать людей, которые лучше умеют делать, но делают это по нашей структуре. То есть, когда мы организуем студию, мы организуем эту структуру. Тут возникает вопрос у дизайнеров. Блин, я же за творчеством пришел. Вот очень правильная идея, что вот это и есть тоже творчество и умение это все соединить, это самая главная, вот как бы дизайнерская на самом деле работа. Мозг дизайнера может это сделать. Не надо думать, что вы этого не умеете. Вы умеете делать, если вы ведете стройку, то уж с этим точно вы справитесь. С визуализацией, когда мы разобрались, отдали, полностью это работает сама по себе компания, может заниматься дизайном. Дизайн сделали, хотим сопровождение, сопровождение также расписываем и ведем все это дело дальше опять в систему. Следующая часть, важная, это привлечение клиентов. Мы должны понимать, что какую-то часть времени мы все равно занимаемся этим. Мы занимаемся привлечением клиентов либо сами, либо с партнером. Такое тоже бывает и это очень хорошо. Партнеры могут быть, вот звездочки стоят, это в принципе люди, здесь, здесь и здесь. Партнер отдельный может быть здесь, который занимается полностью производством, как мы только что услышали в предыдущей презентации. Привлечение клиентов тоже может заниматься отдельный человек. Поэтому не важно, в принципе, сами или с партнерством. Человек может быть как полноправный партнер, так и просто нанятый человек либо агентство. Еще очень важная часть, что не надо бояться, не надо стесняться нанимать профессионалов, если такие есть. К примеру, за привлечение клиентов есть агентство Art Dialogue, которое занимается продвижением дизайнеров. Через известность, через экспертность они публикуют и делают выступления, дизайнер становится известным и вот эту часть, допустим, мы можем делегировать и заниматься только вот этой частью построения. Очень важно не бояться делегировать как отдельные части, так и все разделы. Это вот одно из ключевых вещей, то, что пришло за опыт работы. И административное, это самое такое скучное, но неинтересное, но кто-то этим точно должен заниматься. Здесь мы 100% все желательно делегируем. Один раз разрабатываем договоры с юристом, можно по шаблонам, можно по своим. Делегируем бухгалтерию, IT, IT-шника берем, офис кто-то должен заниматься. И самое важное это написание действительно документов базовых и инструкций, которые отражают наш стандарт качества в работе. Как только у нас показан стандарт качества, что для нас является хорошо, что плохо, мы можем требовать от этого сотрудника. Вот это тоже надо написать. Так, вот это вот основная структура, мы к ней еще возможно вернемся, потому что я хочу показать, у меня сегодня была тема, что финансовая еще история, как мы делим все это дело вот в процентах. Сейчас я расскажу и потом вернусь. Пока вот с этим понятно все? Отлично. Часть номер один здесь у нас категории сотрудников. Что такое категории сотрудников? Мы разделили условно как вот следствие первой категории, второй, третий, четвертый. У нас есть четыре категории. Первая категория это стажер либо помощник, который приходит и просто делает какую-то работу, делает ее неплохо, нормально и у которого есть потенциал. Почему это важно? Потому что он получает деньги за определенную работу, у него есть определенная ставка. Можно считать по-часовую, если он работает по времени, можно считать сдельно, если он работает по проекту. Вторая категория это уже специалист, который делает свою работу быстро и хорошо, за которым не надо править. Он получает чуть больше и у него он соответственно и делает лучше и работает быстрее. Третья категория это уже управленец. Он может не только делать сам, но и может управлять еще другими людьми. Этот человек получает еще больше. Четвертая категория это арт-директор, который следит за качеством. Он работает меньше всех, но получает больше всех. Вот такие четыре категории есть основные, которые помогают нам разделить эту экономику. Почему важно здесь это все знать и понимать, потому что, когда люди приходят, мы с ним сразу договариваемся, на какой ставке и как они будут работать. Также здесь мы должны прописать договоры. Здесь есть юридическая часть, очень важная часть, потому что, если вы работаете с фрилансерами, кто работает с фрилансерами, обязательно нужно подписывать именно договор об авторских правах, потому что, если вы будете работать для крупных компаний, то могут возникнуть претензии дополнительно от третьих лиц, если у вас не будет прав и будут очень серьезные иски. Поэтому будьте здесь внимательны. Условия, условия публикации работ, условия конфиденциальности, там есть много деталей, но их тоже нужно прописать обязательно. Опять же, если этого не сделать, будут проблемы и с портфолио, и с работами, и со всем остальным. Дальше. Нужно решить, как мы работаем удаленно либо в офисе. Здесь есть два разных абсолютно противоположных стратегии. Если мы работаем в офисе, то нам проще наладить всю эту систему, всю работу, потому что вот они все люди, быстренько, без терок, все решаем, прямо на месте. Мы двигаемся к решению задачи. Если мы работаем удаленно, то удаленная работа требует для нас, а это немножко медленней, но это работа более системна. То есть здесь нужно для себя решить, есть у каждого из нас предпочтение, что для нас важнее и что для нас лучше. Я начинал, как и многие из вас, именно в работе в офисе, чтобы вообще понять, как это все работает, чтобы до этого, то, что я сейчас рассказываю, дойти. Сейчас мы перевели все на удаленную работу, и удаленная работа в нашей философии позволяет масштабироваться по максимуму. И последняя здесь, это важная очень часть, управление. Есть тоже две системы работы. Управление через руководителя, когда приходят сотрудники, они являются нашими помощниками. То есть у меня есть визуализатор, я ему говорю каждый день, что делать. Я являюсь главным, он является подчиненным. Вторая часть, это, ну или второй вариант, это когда сотрудники сами знают, что делать. Это более интересная, но более сложная модель. Она позволяет делать так, чтобы деньги, которые требуются на управление, оставались у вас, как у руководителя. Поэтому наша главная задача, как руководителя, построить такую систему, которая не требует дополнительное управление, а которая сама себя стимулирует. Вот это очень интересная модель, и она тоже работает. Не буду долго на этом останавливаться, но хочу сказать о том, что есть 10 функций, называются эти функции стандарт профессии. Те люди, которые, или функции, которые отвечают за создание работ, обмерщик, дизайнер, визуализатор, чертежник и декоратор, стилист в скобочках. И вот что они делают. И по управлению. Ведущий дизайнер, менеджер, комплектатор, арт-директор и руководитель. Это должности или функции, которые есть так или иначе в каждом дизайне. Мы все их делаем. Как только мы хотим начать какую-то часть делегировать, мы должны понимать, что будет делать наш помощник. Не просто за нами ходить, как собачка на привязи, а какую-то часть точно закрыть. И обратный такой же совет для начинающих дизайнеров. Как только вы хотите устроить какую-то компанию, надо закрывать какую-то часть работ. То есть вы либо чертежник и делаете проект хорошо, делаете быстро и классно. Я буду чертить. Параллельно будете обучаться всему остальному. Вы же хотите посмотреть, как работает студия. Либо вы будете визуализатором. Будете делать 3D. В моем случае было так. Я устроился в архитектурную компанию, был визуализатором. Потом всю структуру посмотрел, стал работать. Можно менеджером устроиться. Участвуют, помогают в процессе ведущему дизайнеру работать и учатся всему. То есть если у них все будет хорошо, в дальнейшем они самостоятельно смогут нанять себе тоже дизайнеров и начать работать. Потому что именно обучаем делегированию на этой должности. Экономика прибыльной компании. Где деньги? Самая важная часть. Потому что очень часто, очень часто нас увлекают очень интересные проекты. И получается так, что в них на самом деле не так много денег. Это нужно точно считать и точно нужно понимать, где мы зарабатываем, где теряем. И быть честным с собой. Мы должны знать, удается ли нам работать только за счет творчества. Либо все-таки мы должны вести комплектацию, авторский надзор, управление может быть. Может быть мы мебель должны продавать. То есть первое, это деньги, конечно. Второе, это вот возвращаясь в первой же схеме. Если нет продаж, если нет привлечения клиентов, если оно не налажено, то любая структура, она бессмысленна, потому что она захлебнется в том, что нет денег и нет финансирования. Поэтому продажи, они конечно идут параллельно с созданием, потому что продавать можно твердый какой-то продукт, в данном случае именно нашу систему. Но если нет продаж, то и система бессмысленна. Поэтому обязательно вместе. Еще очень важный момент, когда мы начинаем строить структуру любую, нам нужно считать время по задачам. То есть каждый сотрудник должен считать в конце дня время, которое он истратил на каждый отдельный проект. Если этого не делать, то любая структура и система тоже бесполезна. То есть если ты не понимаешь, какое время, сколько сил ты тратишь на каждый проект, не получится никак подвести в конце месяца итог проекта. И ты не поймешь, и кто этот проект спас, если были какие-то проблемы, и кто этот проект наоборот провалил, и почему. То есть не будет анализа. И это очень-очень большая проблема, потому что мало кто любит считать время, особенно творческие люди. Но здесь помогают им менеджеры, которые могут спросить, просто сколько времени ты истратил сегодня, 5 минут это займет, 3 минуты. Если это занимает больше 1-2-3 минут, и человек не может вспомнить, значит, что-то мы делаем не так. Менеджер может нам помочь. Я вот не люблю считать время, но у меня есть помощник, менеджер, который у меня спросит, сколько времени я истратил на эту задачу. И самое главное, чтобы она это успела сделать. Работа сотрудника. Опять же, я сейчас пишу только самые важные моменты. Здесь можно по каждой теме делать большую лекцию. Я вот самый сок хочу вам рассказать, самые-самые выводы, поэтому не так много. Как у нас, опять же. Все, что я рассказываю, это как у нас. Оно работает, и оно подвержено логике определенной. У вас может быть по-другому чуть-чуть. Открыты цены и понятная оплата. Я считаю, что не нужно скрывать, сколько стоит проект, потому что я хочу, чтобы наши сотрудники не получали зарплату, а зарабатывали деньги. Соответственно, если цена открытая, то все понимают, насколько он эффективный, этот проект, и сколько можно получить с него дополнительных бонусов, если команда сработала хорошо. То есть ответственность за успех проекта переходит не на руководителя, который должен все контролировать, а на команду, которая должна показать эффективность. Это очень важная часть. Но это работает только, когда у нас есть открытые цены, и сотрудникам понятна оплата. То есть за какую работу, сколько они получат вознаграждения. Это финансовая модель. Дальше, карьерный рост. Как вот перейти в те ступеньки? С базового уровня, с новичка до продвинутого. То есть какие навыки, какие данные, какие умения должны быть у человека, специалиста, чтобы ему перескочить с одной должности на другую, и как именно это можно сделать. Очень важная часть мотивации людей, очень частная. Я не сразу до нее тоже догнал, но когда понял, это просто практически перевернуло все работа и все управление. Ни в коем случае не надо указывать людям, что делать. То есть неправильно прописывать все инструкции и говорить, ну вот давай вот по ним работай. То есть это работает только для низших уровней сотрудников, которые совсем-совсем вот просто вот возьми это, положи вот туда. Надо делать так, чтобы творческий человек сам придумал идею и сам ее захотел реализовывать. Только тогда это будет работать. И когда мы нанимаем себе на руководящие должности либо подрядчиков каких-то, ни в коем случае не надо указывать им путь. Надо спрашивать, как бы вы это сделали, слушать. Даже если вы знаете, как это надо делать, пусть сам расскажет, сам примет решение и сам воплотит. Это круто. Дальше. Рост творчества и интересные задачи. Это тоже то, что мотивирует людей. Не деньги, а именно вот эти части. То есть ему нужно верить, что с нами будет лучше. Пока он верит, пока это действительно происходит, будет все нормально. Никакие деньги это не решат. Ну и без штрафов. Тут уже наша заморочка. Я считаю, что если что-то мы сделали не так, то это вина не сотрудника, а руководителя. Поэтому я беру все финансовые риски и проблемы организации на себя. То есть мы никого никогда не штрафуем. Мы просто не повышаем, если кто-то не дотягивает, либо плохо работает. Поэтому человек либо устает получать мало денег, понимает, что что-то не так, либо делает анализ, почему что-то не так и меняется, либо не меняется, винит всех, кроме себя, и соответственно уходит куда-то еще. Может быть и к лучшему. Увольнение это не расстрел, а может быть повод к хорошей жизни. Так тоже бывает. Где искать сотрудников? Расскажу основные вещи, которые у нас работают, либо которыми мы встречались. Наверное, есть еще какие-то способы, но вот у нас такие. Первый – это совет знакомых. Это логично. Надо бы поспрашивать, и у кого какой хороший сотрудник, либо хороший опыт. Здесь будьте очень внимательны. Вообще с советами будьте очень внимательны, потому что нужно смотреть не… Люди вообще любят давать советы. Такая особенность людей. И может оказаться так, что то, что вам посоветуют, оно вам не подойдет по каким-то критериям. К примеру, мы очень требовательны вообще ко всему. То есть и к себе, и вообще ко всем. А то, что другому как бы нормально, для нас может быть не подойдет. Или наоборот. Есть может быть еще более замороченные товарищи, а нам не нужно совсем такую детализацию. Поэтому, когда берете совет, это не значит, что не нужно соблюдать следующую часть, как проверить. Это будет следующий, шестой пункт. Дальше фриланс-биржа. Я здесь минусы перевел. Соответственно, здесь может не совпасть. Фриланс-биржа – договор. Если вы с крупными объектами работаете, без договора у вас будут проблемы с авторскими правами. И там можно попасть на очень серьезные деньги. Я об этом уже говорил. Безответственность – это стандартная история. Просто знайте, что по статистике один из 20 человек с фриланс-биржи будет более-менее нормальный, с которым можно работать какое-то время. Поэтому не расстраивайтесь, если вам попали 12 или там 19 просто каких-то неадекватных. Это все нормально. Так и должно быть. Так задумано вселенной. Портфолио. Интересная тактика самостоятельно искать портфолио людей. То есть просто ходим по интернету, по галереям и смотрим тех людей, которые нам понравятся. Это тоже важная штука. И их нужно уговорить работать с нами. Очень часто талантливые и хорошие люди они кайфуют от того, что они талантливые и хорошие. И к ним нужно найти особый подход в виде таких вещей, которые заставят их работать с вами. Причем цена здесь не влияет. Деньгами ничего не решишь абсолютно. Решишь именно вот теми вещами, которые я только что сказал. Поэтому не стесняйтесь искать самые лучшие работы, знакомиться лично, договариваться, соблазнять работать с собой. Если у вас есть такая потребность, если есть желание. Еще несколько вариантов. Платное обучение. Отдельная история. Вот у нас так работает. В общем-то мы сделали в 2009 году первый курс по визуализации. И потом из нашего курса по визуализации мы набрали себе сотрудников, которые делают визуализацию. Сейчас они делают не только нам, но и очень многим компаниям, командам, а также для себя. Потом сделали курс по дизайну. Некоторых взяли оттуда. Потом по менеджеру. Ну и так далее. То есть каждый процесс, который у нас происходит, у нас есть наше внутреннее платное обучение. И сначала человек проходит, а потом несколько десятков человек проходит и там два-три мы берем себе и оставляем в итоге одного. То есть такая история. Это тоже можно внедрить, если вы захотите. Выступление. Вот, собственно, как вот сейчас мы делаем выступление. У меня есть некое понимание, как работает студия, как работает мое видение. И после выступления иногда к нам подходят ребята, которым нравится. Вот такой подход, которые замучились работать бессистемно, в хаосе и говорят, мы вот хотим попробовать. И какая-то часть из этих ребят действительно доходит дальше после выступления. Вы пришлите на почту. Они действительно присылают резюме, они действительно связываются. Ничтожный процент, но такие люди есть. И мы именно берем таких заинтересованных людей на стажировку, а дальше потом, если все идет хорошо, идем работать. А, ну, соответственно, чтобы к вам пришли, должна быть какая-то большая идея. Не просто так. То есть недостаточно быть просто студии. Тоже хороших людей надо, потому что заманить. Стажировка тоже неплохая штука. Если у вас есть офис, то можно взять сотрудников, но минус в том, что должен кто-то, кто будет им заниматься. Ну, как бы не факт, что он останется, не факт, что дальше будете с ним работать. То есть он может обучиться и уйти. Это возможно. И минус в том, что какую-то часть времени мы будем тратить именно на обучение. Но это тоже хорошая стратегия, особенно если есть офис где-то в центре, и вам это не сильно затратно. Еще один вариант это нанять компанию. Вот вспоминаем те звездочки. прям целиком взять компанию на какую-то часть. Ну, к примеру, привлечение клиентов. Да, вот то, что я рассказывал, уже рассказывал, как можно на привлечение клиентов, на, допустим, взять пиар-агентство и работать с просто компанией либо командой отдельных сотрудников, которые будут вами заниматься. Вот это дорого, да, возможно, чем вы сами бы взяли себе сотрудника и сами бы его контролировали. Но это экономит время, экономит силы. И еще одна часть это взять партнера. Вот если вернуться к вот той схеме, мы вот на каждую из этих частей можем взять отдельного партнера сюда-сюда. Также можно взять отдельного партнера сюда-сюда-сюда-сюда. Практически на каждую из этих частей можно взять отдельного партнера и сделать такую вот большую-большую совокупность компаний. Это должны быть не равноправные партнеры, естественно, потому что все кто главный, от кого клиенты приходят, вот это самое главное. Дальше уже все можно делить и распределять. Поэтому если вы отвечаете или у вас есть понимание привлечения клиентов, то все остальное можно брать уже младших партнеров и с ними работать. Отличная схема. Да, проверка. Как проверить? Несколько принципов. Первое, что я проверяю, я всегда смотрю, человек системный или хаотичный. Это самое важное для меня. Нельзя сказать, что хорошо или плохо, первое или второе. Для меня система важна. То есть я не могу, когда договорились о чем-то, человек не прислал подтверждение, когда договорились, человек забыл, ну и какие другие вещи. Какой бы он талантливый, суперский не был, мы не сможем работать. В принципе не сможем. Раньше мог и я этим занимался. Сейчас уже не то время. Я уже понимаю, кто я и что я пропагандирую. И я не могу ни с кем работать из хаотичных коллег. Хотя бывают очень талантливые люди. Поэтому первый для меня человек должен быть системный, должен понимать, о чем я говорю. Ему должно быть это близко самому. Не потому что я так сказал, а по душе. Это близко. Второе. Не нужно контролировать. К сожалению, дизайнеров и чертежников, визуализаторов, тем более, никто не учит самостоятельности. А самостоятельность это одно из важнейших качеств. Что такое самостоятельность? Не просто сделать работу, но и сдать ее. То есть такая простая вещь. Сделать молодец, но не жди, пока тебя тыркнут, когда ты пришлешь. Сделай сам. Проактивные позиции именно нацеленность действительно не на процесс, а на результат. То есть ты должен выдать работу и сказать я сделал, дайте мне еще. Это есть, наверное, не знаю, один в пятидесяти. Очень тяжело искать. Но плюс такой, что удаленная работа позволяет нам работать с самыми лучшими людьми, а их много, несколько миллионов, десятки миллионов людей вообще в целом есть. И кто-то из них может быть хорошим специалистом. Получается так, что научить именно человеческим качествам очень сложно, практически невозможно. Человек либо умеет, либо нет. А вот дизайны научить можно, визуализации можно научить, чертить можно научить. И это делается очень быстро. То есть визуализация учится за один месяц. Ну то есть представьте, да? А все остальные качества, они годами нарабатываются. Поэтому мы всегда берем и всегда сотрудничаем, и вам тоже всегда советую не с профессиями, а с людьми. Это самое важное. Берешь человека, надо научить, он научится. Если он способный, пройдет он курс и научится работать. Не будет проблем. А наоборот никогда не будет работать. Дальше удобство связи, часовой пояс. Ну то есть если вы сидите там в телеграмме либо в скайпе, то человек тоже должен там сидеть, вы должны коммуницировать каким-то образом. Часовой пояс бывает проблема, если кто-то на Дальнем Востоке, да, мы в Москве или в Питере. Бывает. Но не всегда это проблема. Просто помнить об этом надо. Дальше цена, конечно, тоже важна. Вы должны вписываться в свой бюджет. Для этого надо считать бюджет проекта, где вы теряете деньги, где зарабатываете. Очень важная часть. Все может подходить. Вот я не раз таких находил, людей. Все отлично, но он занят постоянно другой работой. Он настолько хорош, что у него столько заказов, что он прям делает-делает. И вот для тебя надо какую-то вот ячейку искать. Это неудобно. К сожалению, ничего не поделаешь. Какой бы опять же идеальный талантливый специалист не был, не получится с ним работать. Но есть секрет. Можно забронировать его время на какое-то время вперед. То есть на месяц, на два, на три. Особенно если это не касается сиюминутного проекта вот этой части, а допустим касается привлечения клиентов, либо продвижения. Там, допустим, вы хотите сделать сайт. Вы можете найти хороший человек, который сайт делает и забронировать время там на три месяца вперед. Спросить, что мне надо подготовить и потом с ним начать работать. Вот это важно. Это можно делать и это хорошая стратегия. Тест всегда. Личное общение. Личное общение либо вот так вот с глазу на глаз, либо как минимум это скайп включил, именно с камерой. Пусть поставит камеру, посмотрите живьем. Да, если человек не может себе камеру подключить. Такое тоже бывает. Все отлично, все классно. Человек, ой, у меня камера не работает, USB нету, кошка с компьютера сломала и так далее. То есть это уже проблема. Ну то есть если человек не может решить вопрос с телефоном, да, и с камерой, то явно что-то не то, не надо начинать. Как бы это такой вот мой внутренний тест. Я всегда люблю пообщаться. И еще один самый важный тест, опять же мой. Маленький проект за деньги. Ну то есть заплатить какие-то небольшие деньги, там пусть это будет пятьдесят, сто, двести долларов, что-то небольшое. Но то, что покажет человека, не как он рассказывает у себя на продающей странице, а покажет его в деле. И тут уже очень много, что открывается. Ну вот в принципе все. Последняя часть. Мои наблюдения по социальной цензуре. Давайте с вами вместе посмотрим и немножечко разберем. В общем понятно, что сейчас активность, медиа-активность и социальная активность, она есть, да, но человек практически у всех есть так или иначе телефон, да, или компьютер, и мы там как-то взаимодействуем. Вот. Анализ человека можно проводить именно по социальным вещам. Это вы все тоже знаете. Я еще расскажу некоторые свои способы, как я оцениваю визуально и как я выбираю сразу подойдет человек или не подойдет. Первое. Пишет о... Давайте вместе. Я не написал специально вывода, чтобы мы порассуждали. Пишет о бизнесе и личной эффективности. Как вы думаете, подойдет такой человек или нет? Ну смелей. Кто думает, что подойдет? Кто думает, что не подойдет? Так, три руки человека. Ну что, смелее. По моей шкале ценностей не подойдет. То есть как правило, если человек пишет там много о бизнесе и личной эффективности, скорее всего он без денег и лентяй. Ну то есть очень часто такое бывает. Мне так попадалось. Цитаты великих. Подойдет? Не подойдет, конечно. Конечно, ни в коем случае это вот совсем бред. Конкретные советы по работе. Подойдет или не подойдет? Как думает? Кто думает, что подойдет? Есть? Да, подойдет. Но будьте внимательны. Человек, который очень детально там пишет о работе, именно советы, да, то есть дает советы, он тоже может быть бездельник. Он может знать, как надо делать, но никогда этого не делал. Он может книжки читаться на курсы, походить и иногда это тоже может не работать. Будьте внимательны. Следующее. Поливает грязью других. Подойдет? Понятно. Селфи и самолюбование подойдет? Кто думает, что подойдет? Кто думает, что не подойдет? Подойдет. Подойдет. Как минимум у него есть вкус. Но это уже хорошо. Вкус и вот он не стесняется. Это нормально, да. То есть можно рассмотреть, можно рассмотреть. Особенно, если этот человек понимает, как работают социальные медиа и делает это как бы по фану. Ну то есть просто прикольно. Дальше. Котика, политика, графомания. Нет. Но это вообще клиника. Это вот сразу вот человек, который обсуждает там жизни чужих или вот пытается что-то писать, что вообще никому не интересно. Это вот абсолютно нет. Хорошо заполнен профиль, сносный текст. Подойдет, да? Тут думать не надо. Профиль заполнен. Ну в принципе более-менее получается у нас профессиональные какие-то вещи, ну плюс там какие-то личные условно. Сносный текст писать вообще мало кто умеет. Если видите человека, который умеет хоть что-то внятно связано писать, берите его в любом случае. Это самый лучший показатель в современном мире. Очень мало кто умеет текстово формулировать свою мысль. Очень мало. Вообще практически никто, единицы. И это почему-то потерянный навык. Я не знаю почему. Но для этого вы должны сами разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. Да, это тоже проблема. Естественно. Я всех, кто пишет хорошо, сразу же пытаюсь как-то с ним по взаимодействию. Сразу же. Очень важно. Пишет интересно о проектах, о своих. Вообще отличная история. Да, то есть он делает свои проекты и они интересно пишут. Тоже супер, но может быть дорого. То есть тут надо понимать. Просто публикует очередной проект. Ну знаете, просто несколько картинок, да, и лень писать подписи. Это плохо для человека, плохо для продвижения, потому что он как бы ленится, да, он не умеет писать, да, ну или не знает, как писать, не знает, как вкусно подать. Но это хорошо может быть для нас, потому что мы как раз ищем тех, кто не умеет себя продавать, не умеет привлекать клиентов, не избалован вниманием, но мы их можем выцепить. Поэтому обращаем внимание, если проекта хорошего, даже описания нет, все равно можно брать. Эксперт на профессиональном форуме. Кто думает, что можно брать эксперта на профессиональном форуме? Поднимите руку. Кто думает, что нельзя? По моему мнению, можно и нужно. То есть мы ищем какой-нибудь там, знаете, бывают старые там 90-х годов или какие-то форумы, вот там у них свое сообщество, и он там вот первый парень на деревне или девушка. И вот очень-очень много всяких постов и детально пишут. Как раз-таки именно из-за того, что они сидят, их фиг найдешь, у них мало работы, они эксперты, но они очень глубоко знают свою тему. То есть там можно найти специалиста по каминам, по аквариумам, можно там что угодно найти, то есть просто посмотрев, что они делают. Мы так делаем, мы пользуемся, когда ищем специалистов. И очень хорошие результаты всегда. Особенно если он авторитетный там в этом месте, да, он не будет делать плохо, он не будет делать дорого, просто потому что, чтобы не уравнить авторитет среди себе подобных. Пользуйтесь. Опять же, ну это разовые проекты, на работу его взять не получится, конечно, но разово можно очень хорошо отработать. Перепосты и картинки без подписей. Ну понятно, да, точно не нужно. Много комментируют, но не пишут. Тоже сильно не нужно. Человек, у которого есть мнение на любой счет, но который сам не может ничего скреативить или сделать, бесполезный абсолютно, наравне там с котиками и всего остального. И есть люди, у которых нет соцсетей, то есть вообще нет. Эти люди тоже хороши, их можно найти на конкурсах, на выставках, на каких-то, на мероприятиях. То есть они, ну, им просто неинтересно, они не хотят это. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, я бы вам вписался четко. Спасибо. Менеджер проекта что делает? Менеджер проекта отвечает за проект. Во-первых, он находится только в проекте, именно только в производстве, вот в той части. Он ни в коем случае, ни в других вещах нельзя смешивать, чтобы он еще одновременно был там, соцсети продвигал. То есть менеджер проекта он именно в проекте. Что он делает? Он помогает считать время. Вот время посчитать – это самая важная часть, как я говорил. Второе, он отвечает за договор, за то, чтобы дизайнер-ведущий сдал договор в срок, чтобы не было штрафной санкции. Он наберет предоплату, выставляет счета, он договаривается об обмерах, чтобы ключи были на месте, чтобы клиент, когда приехал, и дизайнер был тоже на месте. В общем, он занимается организационной работой. Плюс к этому ведущий дизайнер может на менеджера делегировать дополнительно ту часть работы, которой он его научил. Иногда менеджер бывает продвинутый, и ему можно делегировать часть проверки каких-то чертежей, хотя бы базовой, либо оформления. В принципе, задача ведущего дизайнера по-хорошему – развивать своего менеджера, своего помощника для того, чтобы он становился лучше, а чтобы ведущий дизайнер работал меньше. Первоначально мы начинаем с того, что административную часть решаем. Если мы видим, что менеджер растет, он становится продвинутым менеджером, с повышением зарплаты в два раза может быть примерный рост, с 30 тысяч до 60 рост менеджера, увеличением количества функций, которые он снимает с ведущего дизайнера. А ведущий дизайнер может в это время взять еще один проект и заниматься творчеством и согласованием с клиентом. Два слова о нашем школе у нас есть, кроме студии, у нас есть школа обучения, так и называется школой студии, где я рассказываю все то, что сейчас рассказал, но уже мы проходим детально, пошагово. Особенности от практика, системно без воды, дистанционное у нас обучение только два раза в неделю обратная связь, никаких кураторов, то есть я лично отвечаю на все вопросы, стажировка в студии, трудоустройство, если вы захотите и сделаете тестовый проект, соответствует стандарту профессии и подойдет и для начинающих, и для опытных дизайнеров. Проекты, которые я показывал, нестандартный дизайн, вип-объекты, всему этому учим, я и наш архитектор, ведущий дизайнер Эмиль Зайнулин, наши студенты на обмерах. Обучаем дизайну, визуализация, послепроектные части, инженерная грамотность, авторский надзор, комплектация, менеджер дизайн-проект. В общем, 15 курсов дистанционно всему обучаем. В принципе, у меня сегодня все. Спасибо за приглашение, агентство Радиалог и организаторы. Спасибо. Радиалог и организаторы.